Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушка для того, чтобы действительно этому миру все же сказать о себе, так прокричать хоть что-то, начинает профессионально заниматься как плаванием, так и художественной гимнастикой. И вот совсем вскоре ее это упорство помогает достигать вершин в спортивной славе и уже с самого детства конкурировать с тоже сильными девочками из более богатых семей. Тут Хилари не уступает ни одной из них, потому что она побеждает, побеждает. Но я должна сказать, что первая ее мечта все же была космонавтика. Поскольку она понимала, что на тот момент еще человечество не позволит маленькой девочке девятилетнего возраста выйти в открытый космос, она решила стать актрисой. Первую серьезную роль Хилари играет уже в девятилетнем возрасте в постановке Киплинга «Книга джунглей». А уже через пять лет вместе с мамой они отправляются в Лос-Анджелес с твердыми намерениями все же покорить, так сказать. Мама дозванивается до агента самого Леонардо Ди Каприо. И действительно девочка, ему очень сильно нравится, он пытается ее продвигать. И тут вскоре ей предлагают рекламу в самом Макдональдсе, то есть быть лицом, так сказать, вот этой сети ресторанов. А затем еще сотни рекламных роликов, и действительно ее помечаются. И бачите, что актерка – то, что нужно, и при чем красивая девчина. И, вы знаете, запрошивают как раз для съемок у Голливуд. Видите, если бы не траблы, фейлы на ее жизненном пути, не было такого упорства и целеустремленности. Питание Долаю, скажи, будь ласка, сколько ты часов проводишь в Фейсбуке, в Твиттере и на других соцмережах? Теперь буду вот врать, потому что моя Фейсбук-минутка иногда составляет настоящую Фейсбук-часутку даже, даже так. Ха-ха-ха, знавцы, справжні профи, подраховали, что среднестатистичная людина проводится десь приблизительно 17 хвилин в мереже. Но мне кажется, что это действительно набагато больше. И вот они запропоновали провести такую активность, а именно Голландское агентство Just, они запустили 99 days of freedom. 99 дней свободы без Фейсбука, соцмереж и так далее. И, в общем, заявляет Мерлин Страдхоф, такой, ну, который арт-директор Just. Мы прогнозируем, что эксперимент принесет большое количество положительных эмоций. И уже через 90 дней мы будем знать, верна ли наша теория или нет. Вот мы и посмотрим, потому что как раз для участия в эксперименте нужно будет зарегистрироваться на сайте. Поставить в своем профиле на Фейсбуке Аватар с надписью 99 дней days of freedom. Вот, а также отказываться от посещения соцсети и наслаждаться жизнью. Посмотрим, кто из наших зрителей будет принимать в этом участие исследования. Друзья, настав час виноградить вас за вашу уважность. И заходьте на Нескафе. WeInOne.M1.tv И выбирайте правильную ответственность на вопросы, получите чашку и запас кава от Нескафе в одном. И здесь реально самая приятная часть, потому что в этот момент я себя чувствую просто королевой. Мне кажется, я самая здесь умная в студии нахожусь. Я задаю вопрос. С помощью какого нововведения Генри Форду удалось в несколько раз снизить стоимость автомобиля? Варіант первый – двигуни внутреннего сгорянья. Варіант второй – кредиту. И третий вариант – конвейеру. Отже, запамятайте, пригадайте, что мы там сказали, и надавайте свою ответственность. И, до речи, Вікторина одна, а переможцев вдвече больше. А саме, первую человека мы наградуем за правильную ответственность, которая пришла первую. А другую человека шукаем випадковым чином. То есть, Фортуна будет сама визначать переможца. Будем рендомно шукать нашего переможца. У всех есть шанс забрать чашку и запас кави. Давайте пригадаємо, що сегодня відповідали нам зірки на такий стартаперський сленг. Як «смарт-мани». «Смарт-мани»? Ну, это умные деньги. Все «мани стипит». Что можно сделать умными деньгами? Все можно купить за «смарт-мани». Рассчитываться с умными людьми. С глупими нельзя. «Смарт-мани» – це нещо, чого не существует. До цього ми ще спілкувалися з Віталієм, який розповідав про світу даток, який дозволяє замовляти машинку. А то ж такси просто до дому. Мы практически 100% гарантируем подачу автомобиля без участия третьей сторони диспетчерской между потребителем и водителем. И да, уже на завтра мы приготовили еще больше интересного смартового фанова для того, чтобы развлекать вас на протяжении всего дня. Эпи, хай-тек-новинки, прорисовне мислення и цікавий персонай шоу-бизу. А также Сани, а также Лавика, стартап-шоу «М1». Включаем завтра в 2.30 ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова